Сегодня у меня будет, наверное, одна из самых интересных и в то же время самых сложных рыбалок, а именно рыбалка на карася, на мормышку. Наверное, карась для мормышинговой ловли, но лично для меня самая интересная рыба, потому что, во-первых, она самая капризная, ее труднее всего уговорить. Иногда, правда, бывает, попадая, что она клюет как с пулемета, но, как вы понимаете, это бывает раз в год. А в остальном, это еще рыба интересна для ловли на мормышку именно своим сопротивлением. То есть, вот реально боец. Даже карась на 200 грамм, он намного мощнее того же окуня на 200 грамм. И, я не знаю, если попадется что-то крупное, это просто можно вываживать на мормышинговую удочку целый день и получить колоссальное удовольствие. Зачем, собственно говоря, я на рыбалку в основном и езжу. Уже давно не езжу за рыбу, уже давно езжу за удовольствие. Не, рыбу я, конечно, тоже люблю, особенно карася. В общем, не знаю, как будет сегодня. Я так посмотрел, ну, у рыбаков поспрашивал на пруду. Говорят, сегодня лоховатый клев. Ну, а как оно еще может быть? Когда ты собираешься на рыбалку, естественно, никакого жора не так клюет все время у того мужика. Как-то вчера и завтра, и вот у того мужика. Сегодняшнюю рыбалку, к сожалению, еще осложняет ветер. Дует прямо в лицо. Ну, здесь как бы затишок. Не знаю, посмотрим. Если что, пойду на тот берег. Место вроде так симпатичное. Да, здесь я, наверное, и попробую. Карася я всегда ловлю с прикормкой. Потому что, ну, чтобы сделать его поимки не случайной, а именно вот целенаправленно, его лучше, конечно, прикормить. В остальном случае, если он будет попадаться, он будет попадаться просто случайно. Да и вообще на мормышку, если это не поисковая рыбалка, где нужно по малой реке там пройти какое-то расстояние, на какой-нибудь ставок, прудик, то, мне кажется, лучше всегда прикармливать. Потому что собирается рыба и проще в итоге ловить. Ну, и даже, наверное, интереснее. А так с прикормкой можно такой же вести поиск, как и без прикормки. То есть я прикормлю здесь, там постою полчаса, пойду в другом месте прикормлю, там перееду, если что, на другой берег. Я прикормлю, наверное, сразу в двух местах. Вот здесь и вот там, под камышами. Потому что, опять же, мало ли как оно. Если вы смотрите мои видео на какой-то регулярной основе, особенно вот весенней, то вы, наверное, уже привыкли к тому, что я в основном ловлю мормышингом, спиннингом от Crazy Fish, который называется Nano Zero Carbon. Но сегодня я решил взять совсем другую палку, кардинально другую в плане и строя, и вообще всего, которая называется Кащей 696 Nano Spin MSK. Она также довольно-таки знаменитая для мормышки, как и Nano Zero Carbon, но, как я и сказал, совершенно другая. Взял я ее специально для того, чтобы, если будет рыба несговорчивая, чтобы ее можно было уговорить. Именно вот Кащей, в отличие от Nano Zero, он позволяет, как бы, делать более плавные проводки. Короче, на несговорчивую рыбу я считаю, что он лучше. Оснастил я этот спиннинг катушкой, которую вы тоже в моих всех последних видео видите. Кстати, это катушка от Акумы, которая называется Inspiro 2500S. Это у меня мормышинговая катушка, на которой намотан 0,2 шнурок Gerson Mono PE. Я считаю его одним из лучших для ловли на мормышку, потому что он тонкий и прочный. Поставил я вот такую вот мормышку. Кстати, взял ее, наверное, большевату. Ну, как-то, не знаю, схватил первую попавшуюся. Я так понимаю, что здесь 0,7 грамма. Поставил мотыля искусственного. Начну с вот этой конструкции, а потом, соответственно, буду спускаться ниже. К такому ветру, конечно, ни о какой чувствительности речи вообще не может идти. Но, кстати, чем вот эта палочка и хороша, то, что, в принципе, она сам по себе не чувствительная. Но зато ты вот этим вот амплитудным таким колебанием... Ты просто знаешь, что она задает мормышке ту самую игру, которая часто нужна рыбе, и все. Если на Naziro Carbon ты как бы все чувствуешь, здесь спиннинг совершенно другого толка. И, в общем-то... Хотя я, честно говоря, отвык от него. Я сначала буду пробовать на искусственные насадки, а потом, соответственно, попробую на попарыша половить. Однозначно я ошибся с мормышкой. Слишком... Это тяжелая мормышка. Надо ставить в два раза как минимум легче. Потому что я сначала думал, что за травку цепляюсь. Но нет, это поклевки, но они все... Потому что она прям тонет туда, и все. Попробую поставить сейчас самого минимального веса. Не знаю даже. Вам ее, наверное, не видно. Мне ее самому не видно. Но посмотрим. Такая вот конструкция получилась. Я вместо мотыля поставил другую приманку. Не помню, как она называется. Осталось закинуть это все. Пекец. Ну да. Сразу на дерево я закинул. Все. Вот, собственно говоря... Ну ладно. Попытка номер два. В принципе, все то же самое. Единственное, я поставил опарыша. Компенсировать легкость мормышки можно, увеличив вес приманки. Ну и, соответственно, это убьет сразу двух зайцев. Да, теперь летит нормально. Позволит посмотреть, как карась, если он, конечно, сюда подошел, будет реагировать на живую приманку. Потому что, как я убедился, стоит. Он вроде как реагирует, но так вот. Тыкает носом ее, что ли. Ветер, кстати, в этом плане может играть сейчас некую вспомогательную роль. Потому что он не будет сразу давать опускаться мормышки на дно. А будет ее выдувать дугу из плетеночки. Оп, оп, была поклевка под берегом. И будет ее плавно сплавлять. И мне остается, в принципе, только подыгрывать. И ждать поклевки. Вот как сейчас было. Да, елки-палки, но все равно. Повезло. Повезло. Оп, есть. Что показалось толку? Не, карасик. Вот так. Да, значит, комбинация сработала. Маленький, конечно. Ну ладно, сейчас попробуем. Дальше. Уже, в принципе, успех хоть какой-никакой есть. Ух ты. Ничего себе. Вот о чем я, собственно, горел. Вот этот арпий. Хотя, опять же, посмотрите. Не очень-то и большой. Да, точно такой же, как тот. Но на такую удочку, плюс сами караси боевые, этот желтенький. Так, значит, продолжу пока ловить с мотылем. Ну, вот с карасем всегда так. То есть, обязательно, если идти ловить чисто карася, то, смотри, господи, опарыш, опарыш нужен. Вот как-то ни с одной, ни с другой рыбы я так не встречал, как с карасем. То есть, практически я и плотву, и все, я ловлю без опарыша. А вот на карася я его беру. Ну, кстати, есть одно интересное китайское, китайский порошок. Я его сейчас чуть-чуть попозже попробую. Сейчас немножко вот сам просто настроюсь на ловлю. И попробую поставить опять искусственного мотыля. И вот с этим порошком. Он делает очень интересную вещь такую. Как бы превращает несъедобную приманку в съедобную. Уже прям под берегом. Я тут чуть покрупнее. Так, ну что. Идем на увеличение. У меня самый большой карась на спиннинг, по-моему, 500 с чем-то грамм. Вообще у нас, как бы, ну, в местности нашей караси не сильно крупные. То есть, есть места, где они прям крупные, конечно, но... Не, ну это совсем маленькие. Таких, конечно... Ага. Ну, посмотрите, вот. Реально как сопротивляется. А размер там вот этой фентифлюшки... Кстати, паузы действительно тоже имеют значение. Сделал паузу, подергал, сделал паузу. В принципе, все как в ловле, тоже у окуня, на самом-то деле. Еще иногда нужно просто вот... Лежит мормышка на дне. Просто натянуть вот так шнур, как сейчас. Ах ты, сошел. Просто она лежит на дне, а ты натягиваешь шнур даже без движения. И оно получается, как будто он вибрирует на дне, видимо. Короче, карасею это нравится. В общем, как только ветра нету еще, сразу получается какая-то более-менее удобоваримая проводка. Как только ветер... Как... Как получится уже. Вот есть. О, это покрупнее уже. Ну, в смысле, тоже, конечно, небольшой, но тем не менее, покрупнее. Надо отсюда карасей, наверное, как-нибудь наловить, взять и запустить в какой-нибудь еще тоже прудик. Там, где их однозначно нет. Еще интересный вопрос, как нанизывать опарыша на крючок. Пытаясь вот нанизать его как чулок, во-первых, это сложно. Но, я думаю, что именно так поклевок будет больше. Точнее, не поклевок, а засечек. Потому что, когда ты нанизываешь его за бороду, красиво просто тянет, засранец. И поклевок очень много. А засечек очень, соответственно, мало. Опа! Я не знаю, он идет, он стукает, стукает. Вот, ты понимаешь, что это, ну, что-то не то происходит. Как собака прям догоняет. Вот он. Да что ж такое. Чисто на... Вот это уже четвертый исход у меня. Чисто на проводке сейчас. Что даже где-то цел. Решил сменить место. И не знаю, честно говоря, зачем. Там хоть дерево предохраняло от ветра, а здесь как бы все открыто. Ну да ладно. Вот такая вот китайская, китайский порошок, который при намокании становится как желе. И вроде как имеет вкус рыбный или червяка, или что-то. То есть нужно сделать как? Нужно намочить вот эту приманку. Ну, в данном случае я, кстати, оставил опарыша. А почему нет? Будет двойной удар, так сказать. Плюем. Макаем. Получается вот такая вот фигня. Сейчас я это засуну в воду. И, соответственно, покажу, во что это превратилось. Вот такой вот леденец получается. Хотя на самом деле это же не леденец. Это пирожок с мясом. Да, это пирожок с мясом. И это держится, ну не знаю, в проводах 5-6 держится. В целом уже этот порошок эффективность свою показал. Это не какая-нибудь супер вандервафля, которая ловит там каждый заброс, но тем не менее. Особенно если несъедобная приманка дает прям отличный результат. Прямо как пирожок мяс... Вот он он. Прямо как мясной пирожок получается. Ха-ха-ха-ха. Ну вот, видите. Правда, уже он его весь с это съел за один раз. Но именно когда без поклевки, а просто делаешь проводку, то этого порошка хватает, не знаю, на несколько проводок точно. И таких порошков на самом деле на Алиэкспресс очень много продается. Они копеечные, порядка там 100 или 100 с чем-то рублей стоили. Если что, я ссылку в описании оставлю. Без порошка клевать отказывается. Повторяем. Посмотрите, какая красота. Настоящий леденец на палочке. Ха-ха-ха. Неудобно только каждый раз, конечно, лазить, вот это доставать, но надо придумать какой-то способ. Вот он. Ух ты! Вот это помощнее, наверное. Хотя нет, еще такой же. Ну, вот опять, видите, и в итоге весь леденец сожрал. Остался только опарыш. Который, наверное, сейчас особо клевать им не захочет. Ну и для чистоты эксперимента снова леденец. Да, есть. И вот самое интересное, то что на этот леденец получается крупнее однозначно карась. Конечно, он в целом не крупный, но крупнее. Смотрите, какой пирожок с мясом я сделал. Я думаю, сейчас самый толстый карась на это попадется. Честно говоря, я уже подустал, на самом деле. Потому что караси клюют завидным постоянством. И я за два часа, который провел на водоеме, я наловился. Получил, не знаю, очень много удовольствия. Если бы еще какой-нибудь бонус влетел или просто караси были покрупнее, я бы вообще море эмоций. Да и так в целом оно отлично получается. Из-за вот этого порошка китайского такая тяжелая мормышка становится и забрасывать легко. Ну, кстати, тоже очередной плюс, да. Если бы не ветер, я бы, наверное, не знаю, сколько бы карасей наловил, но целое ведро. Потому что именно ветер мне мешает вот и проводку делать правильную, и подсекать в какой-то момент. Продолжение следует...